Сегодня в финском городке Ювес-Кюля сотрудники местного университета запустили в работу ценный механизм, доставленный из России. Это новый циклотрон, ускоритель частиц, созданный российскими специалистами и предназначенный для производства радионуклидов. Их используют врачи всего мира для диагностики тяжелых заболеваний, от онкологических до болезни Паркинсона. Новейшую разработку российских ученых передали в Финляндии в счет советского долга. Но, впрочем, как выяснил Николай Булкин, скоро такие установки появятся и в нашей стране. Университет в городе Ювес-Кюля – один из крупнейших научных центров Финляндии. Вокруг размеренная научная жизнь, в ускорительной лаборатории все в движении. И люди, и частицы. Российские ученые помогают финским специалистам настроить новый циклотрон – ускоритель частиц. Снаружи бетонная коробка. Это бункер для циклотрона. Для циклотрона вверху размещены системы питания, управления. Внутри – последняя разработка российской ядерной науки. Устройство весом 42 тонны, главное в котором вакуумная камера, доставили из российского НИИ имени Ефремова. По-научному, это ускоритель частиц, в результате деятельности которого появляются радионуклиды, которые потом используют, к примеру, при производстве медицинских препаратов. Они помогают выявлять онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, болезни нервной системы, на самой ранней стадии. На молекулярном уровне, то есть когда болезнь только появляется. Она должна быть внедрена, конечно, во все регионы страны, так сказать, там. И это передовая гиагностик, которая определяет на первой-второй фазе, где можно лечение еще организовать, понимаете? Исследования в области ядерной физики и ядерной медицины в университете Ювис Кюля ввели и раньше. Прежний циклотрон и сейчас работает, но с новым больше возможностей. Прежде всего мы займемся дальнейшими научными исследованиями, но будут и очевидные прикладные вещи в области промышленности и медицины. К примеру, мы теперь быстрее сможем выявить изотопы, которые способны определять на ранних стадиях болезнь Паркинсона. У нас раньше просто на это уходило больше времени. Научный прорыв здесь встретили с музыкой. Росатом передал финскому университету циклотрон в счет списания советских долгов. Для Финляндии важно, что это одно из крупнейших вложений в науку за последние несколько лет. А для российских ученых важно, что на подобных устройствах за рубежом стоит значок «Сделано в России». Это очень важный для нас проект. Благодаря российскому циклотрону наш университет повышает свой потенциал. Мы очень долго готовили этот проект и очень рады, что он осуществился. В скором времени циклотрон запустят на полную мощность. Финские специалисты уже готовы к новым открытиям. При разработке нового циклотрона российские ученые применили сразу несколько новых оригинальных решений, суть которых поймет, конечно, разве что специалист. Но новый циклотрон стал уникальным и теперь его сделают серийным. Прежде всего, такие циклотроны появятся в медицинских учреждениях в России. Николай Булкин, Сергей Воробьев, Тимур Зеленков, НТВ, Ювис Кюля, Финляндия. Субтитры создавал DimaTorzok